Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел следующий вопрос. В трудный момент жизни дал обещание Богу. Что будет, если его не сдержать? Священное Писание говорит четко и недвусмысленно. Если кто даст обет Богу или поклоняется клятвою, положив зарок на душу свою, то он не должен нарушать слово своего, но должен исполнить все, что вышло из уст его. Так что есть некоторая проблема. Как ее решить, если вы уже обет свой нарушили? Прийти в храм и в этом раскаяться. Сказать на Испании, Господи, Боже мой, дал обет, не смог сдержать. Если речь шла, допустим, о каком-нибудь молитвенном правиле, то продолжайте читать его снова. Если ты дал неразумный обет, допустим, уйти в монастырь, сам женился или замуж вышла, то это действительно неразумный обет. Его-то и сдерживать не надо было бы. Как говорится в одном из песнопений на усекновение главы Иоанна Крестителя, что лучше, чтобы ты Ирод солгал и не исполнил свое обещание, нежели усекнув главу Иоанна Крестителя. Поэтому, дорогие мои, если кто хочет дать обет какой-нибудь Господу Богу, придите в храм сначала, покоритесь со священником. Батюшка, вот мама болеет, или сын, дочь, я, или хочу поступить в институт, или еще что-нибудь, что угодно, а хочу дать Господу Богу обет, то священник должен, во-первых, знать мотивацию обета, может, она греховная по природе своей. И что именно ты хочешь дать в обет? Он должен взвесить твои силы, зная уже, обладая большим опытом общения с людьми, которые обеты дают. И скажет, ну, ты не потянешь, давай вот меньше, давай не навсегда, на какой-то определенный срок. И тогда уже благословит вас держание этого обета. Вот так правильно, так надежно. В попыхах никакие обеты не давайте. А если дали не исполнили, повторюсь, идите в этом исповедуйтесь. Субтитры создавал DimaTorzok